Здравствуйте друзья! Как я и обещал в первой части видео, вторая серия про мини-компьютеры Beelink GK mini будет посвящена установке операционной системы Debian 11 и Supervised Home Assistant. Получается сочетание полнофункциональной системы управления умным домом Supervisor и полноценного Linux со всеми возможностями, которые он может дать, вплоть до графического рабочего стола, но это по желанию. Также я покажу ответ на вопросы с первого видео, как активировать функцию автоматического включения компьютера при подаче питания. С этого мы и начнем. А пока проверьте, не забыли ли вы подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, тогда его сможет найти больше людей. Итак, в прошлом видео остался один открытый вопрос, а именно, как активировать опцию автоматической загрузки из BIOS. Как я и подозревал, эту опцию не убрали, а ранее она была в меню boot, а перенесли. Теперь нам нужен раздел чипсет South Cluster Configuration. Там есть опция состояние после сбоя питания, который тут называется G3. В правой части экрана есть описание этого пункта и указание, что у него может быть два варианта значения. По умолчанию стоит S5, в этом случае требуется нажатие на кнопку питания. При выборе S0, компьютер будет включаться автоматически, как только на него будет подано питание. То что нам нужно. Сохраняемся и выходим. Я проверил на своем экземпляре, теперь не нужно нажимать на кнопку, все работает так как нужно. А мы переходим к основной теме обзора. В ходе этого видео, основным источником информации для меня служила инструкция, опубликованная на форуме официального сообщества Home Assistant. Ссылку на нее я оставлю в текстовом файле с инструкцией по установке, его вы найдете в описании. В свою очередь, я постарался сделать ее максимально наглядной и простой для повторения. Первый вопрос, зачем? С точки зрения самого Home Assistant, разницы между установкой готового образа из первой части видео или той, что я покажу сейчас, нет. Однако официальная операционная система очень сильно урезана по своим базовым возможностям, в то время как Linux Debian 11 абсолютно полноценная система, при желании устанавливается даже с графическим интерфейсом. Совершенно соглашусь с тем, что в 90, а то и более процентов случаев, официального образа будет достаточно. Тем не менее, я лично предпочитаю и полноценный Home Assistant Supervisor и ничем не ограниченную операционную систему. Устанавливать я буду Debian 11, по той простой причине, что эта система является официально поддерживаемой в Home Assistant и не вызывает уведомления об ошибках и различных возможных ограничениях, например, невозможности устанавливать аддоны. В инструкции я оставлю ссылки для загрузки, как официальной сборки системы, она содержит только бесплатные программы, которые можно использовать совершенно свободно, так и неофициально с платным софтом. В этом уроке я покажу установку как раз неофициальной сборки, она кстати рекомендуется и в инструкции. Дело в том, что платный софт нам не нужен, в этом разницы нет. Но вот зато эта версия содержит в себе сборку драйверов, например для Wi-Fi, это удобнее чем потом устанавливать его вручную. Качаем образ, я взял неофициальный и при помощи Balina Itcher либо аналогичного софта типа Rufus, создаем загрузочную флешку. Размер образа около 4 гигабайт, флешка должна быть не менее 8 гигабайт. Вставляем флешку в Beelink и включаем или перегружаем его. На этапе установки нам понадобится клавиатура и монитор либо телевизор. В ходе загрузки нажимаем F7 и в загрузочном меню выбираем флешку. Далее выбираем графическую инсталляцию. Практически все тут можно нащелкать мышкой, хотя и без ввода команд мы не обойдемся. Язык выбираем какой удобнее, тут весьма широкий выбор. Далее выбор региона, языковые параметры уже применены. Клавиатурная раскладка, тут рекомендую английскую, так будет удобнее. Все команды что мы будем вводить используют латинскую раскладку. Далее мастер подключения переходит к обнаружению сетевых интерфейсов. А на героя обзора их 2, Ethernet и Wi-Fi, это не считая Bluetooth, до него мы тоже доберемся. Нашло оба и проводной и беспроводный, все драйвера подтянуло. К слову говоря я экспериментировал и с официальной сборкой, на этом этапе ей не хватило драйверов. Несмертельно конечно, но ненужное телодвижение. Далее меня выкинуло в главное меню, тут видно все этапы установки системы, мы еще не закончились сетью, поэтому нажимаем продолжить. Основной сетевой интерфейс конечно проводной. Wi-Fi мы тоже настроим потом, но для сервера управления умным домом, важно работать именно по проводу, это надежнее и быстрее. Даем имя нашему компьютеру, так он будет виден в локальной сети. Имя домена, для домашней локалки это лишнее, поэтому можно пропустить, если в вашей сети это необходимо, прописывайте. Далее настройка пользователя и все начинается с установки пароля для суперпользователя, который обладает абсолютными правами в системе. Далее необходимо завести обычного пользователя, из под которого предполагается работать в системе. Сначала нужно ввести имя, это что-то типа friendly name для отображения в системе. А далее имя учетной записи, это логин для входа в систему, я как видите тут особенно не фантазирую. И для завершения нужно ввести и повторить пароль для пользователя. Далее разметка диска, у нас тут сейчас установлена флешка с которой мы работаем и внутренний диск на 128 гигабайт, выбираем режим вручную. Диск уже разбит, в моем случае в ходе прошлой установки, если из коробки под штатный windows. Сначала нам нужно удалить все разделы, поэтому выбираем весь диск и нажимаем далее. Соглашаемся с предложением о создании новой таблицы разделов с удалением существующей. Теперь на диске все удалено, он полностью пустой, выбираем установку в новый пустой раздел. Далее автоматически разметить свободное пространство, конечно если у вас нет своего видения того, как оно должно быть размечено. А тут выбираем все файлы в одном разделе, для наших нужд подходит полностью. Возвращаемся в меню, тут отмечена опция закончить разметку и записать изменения на диск, жмем продолжить. Мастер настройки все равно еще не успокоился и снова спрашивает, записать изменения на диск. Отмечаем да, запускаем процесс разметки диска. Это занимает некоторое время, в течение которого происходит форматирование созданных разделов. Потом начинается процесс установки операционной системы, копирования необходимых файлов, настройка сервисов. Следующий вопрос, о использовании зеркала из сети. Конечно да, в установочный диск мы рано или поздно отключим и будем работать с источниками в сети. Выбираем страну местонахождение зеркала, тут действительно работает правило, ближе не значит лучше. На мой взгляд оптимальный вариант США. И далее рекомендуемый сервер для обновлений и установки нужных пакетов. Следующая настройка необходима в том случае, если используете прокси сервер, если нет, это поле остается пустым. Опять ждем пока устанавливаются и настраиваются все необходимые пакеты. Это занимает некоторое время, чтобы вы не заскучали, мастер настройки периодически развлекает вас разными вопросами. Например, хотите ли вы участвовать в вопросе популярности пакетов. Если бы я ставил систему в качестве рабочей, с десктопом и так далее, возможно бы и согласился, а так нет, не хочу. Небольшое окно с выбором программ для установки. Так как я планирую использовать компьютер исключительно как сервер умного дома, то графические оболочки мне не надо, только SSH сервер и стандартные системные утилиты. Все развлечения рано или поздно заканчиваются и установка Debian тоже. Нам остались только несколько действий, необходимых для Home Assistant. Компьютер перезагружается, флешку можно доставать, она нам уже не нужна. Загрузка происходит с внутреннего диска и в ее начале открывается такое окно выбора. Если ничего не делать, то через 5 секунд грузится операционная система. На этом этапе нам уже не нужны мониторы и телевизор. Также можно отключать клавиатуру, теперь будем работать по SSH. Далее узнаем адрес сервера, например посмотрев его в настройках роутера и подключаемся к нему SSH клиентам, я использую пати, ссылку я оставлю в инструкции. Вводим адрес сервера порт 22. Заходим под логином и паролем пользователя, которого мы создали на предыдущем этапе. Переходим в режим root командой su superuser. Нам нужно установить пакет sudo, который позволит запускать пользователю команды с правами root. Но изначально система пытается найти установочные пакеты на диске, которые мы уже достали, а нам нужно чтобы поиск осуществлялся в сети. Нужно отредактировать файл с источниками ресурсов, например при помощи редактора nano. Все команды в той же очередности что показано в видео, вы найдете в текстовом файле ссылка в описании. Первая строка как раз путь к диску, поэтому система пытается начать поиск с него. Комментируем ее, нажимаем Ctrl X для выхода и E для сохранения изменений. И теперь пакеты нормально устанавливаются, используя последние версии их сетевых репозиториев. Ставим sudo. Командой UserMod добавляем созданного пользователя в группу sudo, причем если просто ввести эту команду, система не может ее найти, а через sudo заходит нормально, хотя и так работаю из под суперпользователя. Команда exit, выходим из учетной записи root и уже из под пользователя через sudo-i, включаем режим ввода команд с правами суперпользователя. Далее идем строго по шагам инструкции и на этом этапе обновление списка пакетов и затем обновление самих пакетов. Но так как система совсем свежая, никаких обновлений найдено не было. Далее предлагается запустить команду, которая предназначена для устранения ошибок при обновлении. В моем случае никакой необходимости в ней нет, но я решил оставить ее в этой инструкции на всякий случай, если у кого-то что-то пойдет не так. Далее ставим рекомендуемый список пакетов и зависимостей, тут примерно все то же самое, что ставилось на Raspberry Pi. Выходим на финишную прямую, устанавливаем докер. Кто не знает, это специальная программная среда, позволяющая устанавливать различные приложения в отдельных контейнерах, обособленных от основной операционной системы. Скрипт загружает и устанавливает все компоненты необходимые для работы докера. Теперь нам нужен osagent, это требование для Home Assistant, программная среда для взаимодействия с операционной системой. Актуальная на момент видео версия 1.3.0. Нам нужен файл для платформы x86-64, они отличаются в зависимости от аппаратной платформы. Сначала загружаем этот файл, если версия обновится, замените название в команде из текстового файла. После загрузки полученный файл необходимо установить. Далее загружаем уже сам Home Assistant, тут уже имя файла не изменяется, остается одними тем же. После загрузки устанавливаем, это уже практически финиш. Скрипт покажет адрес по которому будет расположен вебинтерфейс системы, на который нужно будет заходить через браузер. И важный момент, обязательно нужно будет перезагрузиться, для того чтобы применить изменения. Прямо сразу страница системы будет недоступна, нужно подождать некоторое время. Можно воспользоваться командой для отображения запущенных контейнеров, я также оставлю ее в инструкции. Когда вы увидите в названии landing page, можно пробовать заходить. Первое что мы видим это окно стартовой страницы, это означает что все идет как задумано, супервайзер разворачивает все нужные контейнеры. Далее будет предложено создать учетную запись пользователя, тут тоже есть имя отображаемое в интерфейсе и логин. Прямо на этом этапе можно указать путь к файлу бэкапов и восстановить или перенести сюда систему с другой платформы. Настройки пока можно пропустить, не обязательно их изменять на начальном этапе. Сбор статистических данных, дело совершенно добровольное, но по возможности отмечайте эти опции. На этом этапе система показывает то, что сразу обнаружила. Если сравнить с Home Assistant OS, здесь нет Bluetooth и BLE устройств, с этим мы разберемся чуть позже. И в этой установке автоматически подтянулись только Google Cast устройства, колонки, телевизор, Android Box. Идем в меню настройки, системы оборудования и в правом верхнем углу выбираем опцию перезагрузить хост, это нужно для применения всех изменений. После перезагрузки идем в то же меню, но теперь выбираем вкладку сеть. И тут есть две вкладки, одна для проводного интерфейса, он активен и работает по DHCP, режим автоматического получения IP адреса. И Wi-Fi, он пока деактивирован. Тут на одну опцию больше, есть поиск Wi-Fi сетей. И то что список сетей появился, это хороший признак, значит драйвера установились корректно. Включаем нужный режим, например автоматического получения DHCP. Выбираем нужную точку доступа, а внизу нужно указать тип шифрования и пароль для подключения. После сохранения адаптер подключается к указанной сети и получает от роутера свой адрес. Таким образом у сервера есть два сетевых адреса, по любому из них можно без проблем заходить на его интерфейс. В моем случае это одна и та же сеть, но они могут быть и разные. То есть сервер может находиться в несвязанных между собой локальных сетях. Тут же можно перенастроить автоматическое получение адреса на статическое. Логично это делать на стороне устройства, так как обычно ресурс роутера на выдачу статических адресов ограничен. После изменения адреса, по старому сервер уже будет недоступен, заходим на новый. Перегружаться при этом не надо, меняется на лету. Страница системы, видим что никаких проблем нет, все работает корректно. Осталось разобраться с Bluetooth. Нужно установить пакет Blues, который необходим для его работы. Проверить можно команда HCI Config, которая выведет список Bluetooth адаптеров. Тут только встроенный. Но на самом деле можно добавить еще и USB, например с внешней антенны для улучшения качества сигнала. Теперь можно вернуться в интерфейс и перейти в меню интеграции. Нажимаем кнопку добавить и ищем по названию Bluetooth. Подтверждаем свои намерения по установке, никаких более вопросов мне система не задавала. И адаптер добавляется в систему. Тут же, я еще окно не успел закрыть, стали обнаруживаться Bluetooth устройства. Выбираем нужные и добавляем в систему. Если говорить о Xiaomi датчиках, часть из них залетают самостоятельно, а для некоторых нужно вводить ключ подключения. Брать его проще всего из интеграции Xiaomi Gateway 3, она находится в магазине Hacks. Про это я рассказывал в своих предыдущих видео. А это видео я буду заканчивать, все поставленные задачи выполнены. Какой из методов установки выбрать, каждый решает для себя сам. С точки функционирования именно Home Assistant разницы нет. И там и тут есть супервайзер, в один клик ставятся аддоны, выходят обновления, делаются комплексные бэкапы. Вопрос лишь в том, нужен ли вам на сервере полноценный Linux. Еще один часто задаваемый вопрос, можно ли перенести бэкап Home Assistant с Raspberry на Intel. Можно, никаких сложностей в этом нет. Но если вам интересно посмотреть видео на эту тему, пишите в комментариях, могу сделать. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Большое спасибо всем спонсорам канала, подписчикам на Patreon и BuyMeCoffee, вы делаете большой вклад в развитие моего канала. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки, на устройства показанные в обзоре, текстовые материалы, а также на ресурсы по тематике умного дома, в частности мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok